торчит так как будто бы я швы наложил солидол солидол гляньте посмотрите это солидол его тут много всем доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала сегодня рубрика у нас мастерская и в мастерской у меня сегодня вот такой огромнейший исполин от моего подписчика чтобы вы поняли размеры этого аппарата вот я вам рядом ставлю колонку от 800 шарпа можно вот так поставить это каких-то он невероятных размеров значит он ко мне приехал с какими проблемами значит не работает кассетная часть проблемы с правой вот такие вот что-то трещит а левая просто не работает хотя при этом перемотки еле-еле что-то там пытается но воспроизведение не работает но это в принципе решаемые вопросы самый главный отвратительный вопрос это у нас регулятор громкости если правый у нас еще работает то левый нет тут где-то вот можно попасть в каком-то вот положении также естественно все переключатели режимов очень очень плохо работает но вопрос в другом вопрос в том что его нужно сделать вообще история этого аппарата такова что он приехал с гдр когда выводили западную группу войск он был куплен там человек очень попросил меня точнее подписчик его сделать довольно таки магнитофон грязный вот посмотрите сейчас я вам покажу как он сверху тут выглядит долго где-то стоял пылился все эти вопросы я думаю что решаем и также нет у нас антенны антенна тут тоже такой вопрос третье уже самое главное нам сейчас разобраться что у нас с регулятором громкости вот он меня больше всего напрягает и вам честно скажу но тут стоит тоношин насколько я понимаю но я думаю что с тоношином у меня проблем не будет решил я начать с колонок разобрал я первую колонку посмотрите как сделано я очень удивился стоит вычешник полноразмерный и теперь смотрите каких размеров динамик какая красота даже специально линеечку взял что мы тут имеем 14 сантиметровый 14 сантиметров динамик стоит и что я увидел на динамике честно написали 12 ватт ну если это и китай то это такой фабричный китае довольно таки хорошая а вот смотрите на том месте где должна быть стоять пищалка я имею ввиду керамика тут отверстие знаете для чего отверстия это типа как фазоинвертор не поверите но с него вываливает звук почему здесь вот не прорезать не сделает ну я даже не знаю снял я сетки сетки довольно таки легко снимаются снял вы чешку в че вот такой у нас динамик удивлен честно скажу вам удивлен так вот здесь у нас псевдо квадратной динамики вот такая ткань попытался ткань отклеить уже видите какая грязная но не отклеивается начал пытаться вот здесь вот с этой части греть не знаю что это за клей не греется нет он греется но толку от этого никакого ну что буду мыть так как она есть потихоньку потихоньку вот эти пятна конечно надо будет постараться как-то отмыть все это дело отмыть отмыл но у нас появились другие проблемы всплыла краска и краски всплыла много по корпусу очень много и что сейчас будем как-то мы с этой краской бороться есть у меня тут такие вот секретные ингредиенты не буду вам говорить что это у меня должны быть свои лица секреты но скажу одно что химия наша отечественная делается в городе героя харькове вот так вот я напшика вам даю постоять и потом покажу как это все дело будут пару минут подождали теперь берем зубочистке и аккуратненько аккуратненько вот это вот все дело ведь она потихоньку потихоньку начинает уходить надо будет может быть еще подождать эти потихоньку потихоньку но уходит вот так вот пускай часто средственный она еще просто постоит двух минут мало было и вот так вот мы зубочистки сейчас пойдем 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 все это дело вытирать спустя полчаса и вот таких манипуляций 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 вот эти вот царапины не слишком глубокие с учетом того что поверхность видите такая вот шелушистая бы ее назвал их не заполируешь ну вот так вот на одну колонку где-то примерно часа два-три времени будет уходить может быть даже и больше вот это вот одна сторона вот так вот так вот так вот вот она получилась с колонками я закончил для вас это была секунда для меня вечность снимаю с руки специально показать значит как она все получилось вот с этих вот частей принципе краска вся в 98 процентах случаев она нормально смылась а вот с хрома ну здесь еще не так а вот на правой видите видите я в одном месте даже не скажу в каком я попробовал поработать своей химией остался я недоволен так что подписчик останется вот этими вещами ну а так вот боковые стенки вверх все это от кота тут все отлично тут все отмылось тут все великолепно теоретически даже можно полировать но заказа на полировку не было так что вот две колонки слава богу сделались вот он богатый внутренний мир нашей магнитолы все смонтировано на лицевой панели что мне совсем не добавляет радости теперь значит начал я с лентопротяжки что я тут такого интересного увидел сейчас я вам постараюсь показать головки как вам айва но я уже увидел что в магнитолу лазили в магнитолу магнитолу ремонтировали вот здесь вот у нас стоит металлический штифт уже кто-то поставил лента протяжка самая дешманская это теношин с механическим автостопом то есть принципе ничего такого здесь здесь по лентопротяжке хорошего нет значит что на лентопротяжке останавливаться не буду был у эдуарда спасибо эдуард вам взял у него два пасека не поверите закончились пасеки основные на этот самый на мотор эти я подкинул основных нет дальше дальше самое страшное вот я уже швы наложил видите буду снимать основную плату и будем разбираться что там у нас с регуляторами громкости человек тот кто когда-то в советском союзе ремонтировал этот аппарат объясни мне пожалуйста вот как художник художнику на хрена ты сюда столько солидола наклал наложил заложил для чего почему зачем ну я этого просто не понимаю это мрак посмотрите здесь все в солидоле просто и тут 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 такие слои солидола смотрите так значит юханый бабай юханым бабаем сейчас самое главное у нас момент решить вопрос вот с этим вот переменником потенциометром если смогу что-то с ним решить это будет класса если нет значит придется что-то где-то изыскивать или же или же или же вот этого вот этого великолепнейшего эквалайзера дай бог чтоб там такие же стояли выпаяли под просто поменяем местами вот 10 килогерцовый поставлю вверх его один раз и навсегда запаяю и на этом все и закончится потенциометром вот я сделал левый это значит что с ним было он вам физически потрескался пластик вот если с правым тут все нормально там я чуть-чуть подогнул смазки на мазюкал и все то слева пришлось вот так вот делать по одной простой причине потому что все что у меня есть все что у меня есть из потенциометров ничего не подошло вот и значит что получилось скорее всего потенциометр он изначально уже был такой значит левый канал громкость на сто процентов не убирает я с подписчиком созвонился объяснил ситуацию он на это согласился ну пока вот так в интернете поискал есть похожие в этом размере но только 5 омные мне нужно 100 причем и килоом еще мне надо да 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 5 и 5 килоом есть в интернете мне надо 100 килоом вот так что дальше в принципе попытаюсь убрать аккуратно вот этот солидол весь который здесь наляпан вот не хочу снимать я вот эту крышку да кстати посмотрел там в этот самый в щелочке в те которые есть там не такие потенциометрия хотел сделать change ничего не получилось сейчас вытру этот солидол и дальше буду разбирать всю 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 крышку все это снимать для того чтобы сделать баньку пока морда в бане дошла у меня очередь до типа блока питания вот так он выглядит не понравился мне вот этот вот конденсатор что-то жопка у него уже под вздулась вот нашел у себя есть у меня новый на 47 где за здесь 25 вольт из 35 вольтов и с ним но вот что я еще заметил смотрите как он вот тут еще должен быть один конденсатор стоять и вот даже в этом самом скажите в соплях в термосоплях место осталось где он был кто-то когда-то его выпаял я не знаю ни номинала ничего пошел купил на тысячу фарад 50 вольт сейчас его вот сюда вот так вот запаяю будет он здесь стоять но не зря же он здесь был так что меняем конденсаторы на блоки питания запаял я конденсаторы вот так получилось немножко колхозненько но они больше размеров были пришлось вот так вот как-то их приколхозить платку помыл да кстати кому будет интересно плата работает 24 вольта на себя выдает то то почему и конденсатор вздулся почему этот выпадет выпаяли она на пределе все работало видать когда-то напруга напруга скакнула вот и конденсатор чеки повздувались дело движется к завершению помыл я подкассетники точнее кассета приемники есть тут небольшие бачки такие подрябами сейчас мы их попробуем заполировать у меня такая вот есть паста или вот такая сейчас посмотрю какой лучше но я вот этой постоянно пользуюсь говорит мой друг что лучше вот этот вот это паста ну сейчас попробуем что она получит хочу сказать вот эта паста вот эта паста мне понравилась гораздо больше чем вот это то есть вот этот ламп доктор по пластику она более ну не более мелкое зерно вот это вот это вот здесь более крупное зерно то есть я сначала поработал вот этой пастой потом поработал вот этой пастой я вам честно скажу результат очень шикарный ну просто классный очень мне понравилось это вам на замену что первый прогон так сказать накинул я так вот мордочку пока еще ничего не прикручивал так что что давайте радио все вот этот минимальный звук ну пока я ищу ищу я потенциометр может быть найду ну радио кстати шикарнейший принимает вообще шикарно принимает ну что давайте ага 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 значит гул у нас так и остался на кассетной части если я от гула избавился на скажите на вы с и вы с и с радио то здесь гул остался у это теперь надо будет его искать скорее всего головка это мне так кажется ну что как интересно так гудит а так не будет ну с богом так скорость высоковато сразу слышу скорость больше даже не меньше тут то всегда это можно сделать я не понимаю почему гул стоит ага так если на правой я деке нажимаю перемотку гул уходит а на левой деке наоборот он еще и появляется еще и больше появляется да где-то кондера где что давайте опа ха 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 облака а есть так что я хочу сказать скорость это все фигня скорость это мы найдем сейчас подкрутим а вот что до гула вот это сейчас будем искать то есть что гудит какой карман будет левый или правый но мне кажется это правый гудит карман тот который пишущий сейчас надо сейчас надо будет еще пощелкать переключатель тот который отвечает за запись и промазать его может быть почистить и тогда мы посмотрим уже что к чему и кстати гудит левый канал гул идет с левого канала правый канал все нормально продолжаем дальше ремонтировать часа я потратил на поиск ну все нашлось как нашлось нашлось очень интересно но нашлось пошел я значит гудел по как я и предполагал по левой деке пошел я от головки на сначала отпаял гул не прошел пошел к кнопке записи гул не прошел пошел потом к этим самым скажите конденсатором дальше по дорожкам и вот так вот брал один отпаяю впаяю что-то наподобие послушаю и вот как-то в один прекрасный момент отпаял замерил впаиваю обратку и все и все нормально я потом взял этот кондер выпаял впаиваю другой все нормально черт его знает или может быть где-то вот так вот этот самый скажите холодная пайка проскочила черт его знает или я может быть кондер прогрел не знаю не стал я ставим перепаивать тот конденсатор я его там менял местами с другим но это другой там 16 вольт 100 микрофарад а у меня нет ничего такого наподобие боял ее в обратку все отлично все работает скорость я отрегулировал никаких проблем нет по скорости значит что у меня осталось последние штрихи остались вот если вы видите вот раз две точечки краски и вот у нас еще тут я забыл за эту сторону вот здесь у нас тоже есть краска и вот здесь вот на бочине видите и в принципе в принципе все можно будет его собирать звонить подписчику говорить что принципе аппарат готов быть какой здоровый красотища вот и результаты ремонта антенку значит я китайскую не подобрал не получилось у меня что-то поставить этого сна 40 садил ну вот хоть что-нибудь будет здесь до японская вот так получилось и вот в принципе кое-где по оставались маленькие маленькие капельки краски ну и вам честно скажу ну они просто не отстирались то я уже не пробовал с лицевой панелью было хуже всего бороться с краской потому что все вот это все вот это вот особенно здесь все нанесена вся краска наружу вот получился такой вот аппарат подписчики уверен что будет доволен кстати вот краски вообще ничего нет видите я обязательно сделаю обзор на этот аппарат посмотрим его погоняем так что на этом я буду заканчивать свое видео подписывайтесь на канал ставьте палец вверх всем мира добра нет войне пока пока